Беступенчатая автоматическая трансмиссия принципиально новая для LADA коробка передач. Что мы о ней знаем? Ну, во-первых, разберемся с терминологией. В народе и в СМИ эту коробку уже окрестили вариатор или CVT. Однако, современный агрегат технически не так прост, чтобы его можно было обозначить одним-единственным термином. Здесь работает как клиноременная передача, тот самый вариатор, так и двухступенчатый планетарный редуктор с шестернями, а еще гидротрансформатор. Учитывая это сочетание, мы и называем эту коробку бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Что она собой представляет, разберем подробнее. Как уже было сказано, в этой коробке, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнем, работает двухступенчатый планетарный редуктор. Такое сочетание технологий позволило сделать коробку компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы. Такая конструкция повышает динамику автомобиля, при этом не боится морозов пробуксовок тяжелых нагрузок, а кроме того обеспечивает высокую топливную экономичность. Механизм коробки передач облегчает и такой нагруженный режим, как переход на заднюю передачу и обратно. Теперь за этот вопрос отвечает специальная муфта с электронным управлением. Она выравнивает скорость вращения валов, и задняя передача включается плавно и четко. Надежность обеспечивается самой конструкцией коробки передач. Применение двухступенчатого планетарного редуктора позволило обеспечить достаточную хорошую тягу при одновременном уменьшении диаметра шкивов. Это позволило сразу на 30% снизить сопротивление при перемешивании трансмиссионного масла. Особенно это актуально в морозы, когда это самое масло загустеет. Наконец, конструкция исключает из работы такие опасные моменты контакта ремня и конусов у края или оси, где может теоретически наступить срыв ремня в скольжении. Все эти сложные слова означают, что коробка просто бережет себя от негативных последствий работы в мороз, в жару, перегревов, перегрузок, рваного темпа движения. Интересный нюанс. Система охлаждения трансмиссии выведена в один контур с системой охлаждения двигателя. У них единый мощный радиатор. Что это означает? Это означает эффективное поддержание рабочей температуры трансмиссии в любых условиях, в любой мороз и в любую жару. Тут все просто. Замерили расход топлива у нескольких версий Lada X Raycross с механикой и у автомобиля с бесступенчатой трансмиссией. Что получилось? Автомобиль о двух педалях потратил на 100 км смешанного режима 7,3 литра. Автомобиль с МКП потратил около 7,5 литров. Получается, расход топлива практически идентичен. Но все же у автомобиля с бесступенчатой трансмиссией чуть-чуть меньше, чем у машины с механикой. Практичность трансмиссии доказана годами применения на десятках японских и французских моделей. А при адаптации к автомобилям Lada появились новые настройки электронного блока управления трансмиссией. Собственно, под каждую модель он настраивается отдельно для достижения максимальных характеристик экономичности, комфорта и надежности. В ходе испытаний группа автомобилей прошла суммарно миллион километров по России от Кавказа до Сибири. Итогом тестов стали и оригинальные настройки мотора, с которым сочетается бесступенчатая трансмиссия. А это хорошо известный ниссановский двигатель объемом 1,6 литра с алюминиевым блоком, фазером на впуске и цепным приводом ГРМ. У автомобиля с новой трансмиссией две педали, газ и тормоз. Основной режим движения, конечно, автоматический, обозначенный буковкой D на селекторе и на экранчике бортового компьютера. Предусмотрен и мануальный режим с шестью виртуальными передачами. Это нужно для динамичного обгона, для движения в тяжелых условиях, для буксировки прицепа, для торможения двигателем и просто под настроение, когда хочется непосредственно самому управлять динамикой автомобиля. В целом все просто, понятно, удобно и практично. Машина с бесступенчатой трансмиссией разгоняется легко и плавно. Ускорение происходит без малейших рывков, которые так или иначе можно ощутить на других типах автоматических трансмиссий, включая новейшие преселективные роботы с двумя сцеплениями. Собственно, ради комфорта все и затевалось. Плавный, уверенный разгон. Это качество востребовано у водителей всех возрастов и любого стажа. Плавность хода обеспечивается гидротрансформатором, на который возложена функция сцепления, и клиноременной передачей, которая сама по себе плавная, а в нашем случае еще дополнительно сглаживает потерю тяги при переключениях в редукторной части. Отдельно скажем про акустический комфорт. Настройки бесступенчатой трансмиссии удерживают обороты мотора на низком уровне. Получается, двигатель практически бесшумно работает, и это очень комфортно для водителей и пассажиров. В итоге на автомобиле с таким типом трансмиссии очень удобно передвигаться по загруженным улицам мегаполисов и, конечно, за пределами города. Ну и небольшая иллюстрация к движению по легкому бездорожью. Обратите внимание, как плавно движется автомобиль, начиная с ползущего режима, режима старта, и до преодоления кочек, ухабов на этой красивой лесной дороге. Мы знаем, что такой агрегат уже 10 лет ставится на автомобили Рено, Ниссан и модели других марок. Само по себе это уже означает жизнеспособность трансмиссии. Но инженерам, как всегда, нужно все проверить и перепроверить. Поэтому по специальной методике группа автомобилей X-Ray Cross прошла дорожные тесты в сумме эквивалентной миллиону километров. Причем речь здесь о движении с полной нагрузкой по самым разным типам дорог. Гарантийный пробег был несколько раз преодолен с хорошим запасом. Все для того, чтобы в дальнейшем не было проблем в эксплуатации. Беступенчатая трансмиссия не требует какого-то специального планового обслуживания. Масло в ней рассчитано на весь период эксплуатации. Все-таки это джатка, чистокровный японский агрегат. Замена масла нужна лишь при разборке трансмиссии, а плановое обслуживание сводится к контролю уровня масла при регламентных ТО. Компактность беступенчатой трансмиссии позволила спокойно и просто разместить ее в моторном отсеке Lada X-Ray Cross. Есть и принципиальное улучшение в самом автомобиле. Так установлена промежуточная опора правого привода колеса. То есть сами привода колес одинаковые для длины, что исключает риск рыскания или увода автомобиля при интенсивном разгоне. В остальном же основные технические характеристики остались прежними. Масса прежняя, масса буксируемого прицепа та же самая, 600 без тормозов, 800 с тормозами. Остался прежним и дорожный просвет 215 миллиметров до защиты двигателя. Кстати, самая большая величина среди серийных Lada. Ну и обратите внимание, насколько надежно агрегаты, что коробка, что двигатель защищены вот этим мощным подрамником. Будучи утоплены в его периметр, они надежно застрахованы при переезде каких-то очень страшных неровностей. Автоматические коробки передач триумфально идут по жизни. На российском авторынке они заняли почти 60%. Собственно, мы водители хотим немногого. Это комфорт, это экономичность и уверенное движение. Пожалуй, наилучшее сочетание этих качеств в новой бесступенчатой автоматической коробке для Lada X-Ray Cross. Протестируйте и убедитесь сами.